здравствуйте меня зовут лариса и я рада вас приветствовать на нашей программе под парашютом программе где лучшие эксперты делятся своими правовыми знаниями для вашей защиты и сегодня у нас в гостях старший помощник прокурора республики татарстан по взаимодействию со сми и общественностью аделя рушановна гайну динова здравствуйте добрый день и вместе с аделью рушановной мы сегодня рассмотрим вопросы связанные защитой прав ребенка напомню что в соответствии с конституцией российской федерации детство находится под защитой государства аделью рушановна давайте сразу я думаю приступим к вопросам и конкретизируем актуальность нашей сегодняшней темы почему сегодня надо и важно говорить о правах ребенка стоит отметить что в соответствии с конституцией российской федерации дети являются важнейшим приоритетом государственной политики в россии государство создает условия способствующие всестороннему духовному нравственному интеллектуальному развитию детей воспитание чувства патриотизма гражданственность уважение к старшим государства обеспечивая приоритет семейного воспитания берет на себя обязанности родителей в отношении детей оставшихся без попечения родителей а безусловно дети это наше будущее но так как мы с вами говорим о праве его применение здесь крайне важно определиться а о ком мы ведем речь поэтому давайте в рамках следующего вопроса рассмотрим а ребенок это кто то есть какой возраст мы с вами сегодня рассматриваем ребенком признается лицо не достигший 18 лет то есть не достигший совершеннолетия это понятие официально закреплено в семейном кодексе российской федерации а также федеральном законе об основных гарантиях прав ребенка в российской федерации вы назвали нам конституцию российской федерации назвали федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка так он об основных гарантиях прав ребенка в Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. Есть ли иные нормативные акты, которые помогут нам глубже изучить данную тему? Помимо названных вами нормативных актов, следует отметить, что права закоплены в Семейном кодексе Российской Федерации. А если мы говорим об ответственности родителей за належащее воспитание детей, то, безусловно, это Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Это, получается, пять основных нормативных правовых актов, которые регулируют права ребенка. Исходя из той совокупности правовых актов, которые вы назвали, можем ли мы с вами выделить, какие основные права есть у ребенка в Российской Федерации? Каждый ребенок имеет право на жизнь и воспитываться в семье, насколько это возможно и насколько это не противоречит его интересам. Также ребенок имеет право на воспитание своими родителями, имеет право на образование, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человечности. Ребенок имеет право на свое мнение. В частности, он имеет право быть заслушанным, например, в ходе судебных заседаний. По ряду дел мнение ребенка, достигшего 10 лет, является обязательным. А пример можете привести? Да. К примеру, в случае решения вопроса о лишении родительских прав, либо ограничении в родительских правах, мнение 10-летнего ребенка и старшего этого возраста является обязательным. У ребенка спрашивают его мнение относительно рассматриваемого вопроса. Ребенок имеет право на общение с родителями, с бабушкой, с дедушкой, с братьями, сестрами, другими родственниками. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи. Ребенок имеет право на защиту своих законных прав и интересов. Довольно часто при перечислении прав ребенка у вас звучали родители, которые должны, собственно говоря, и обеспечивать реализацию этих самых прав, предоставлять надлежащее содержание, обеспечивать воспитание. Давайте поэтому тоже, я думаю, конкретизируем. А какие права и обязанности закреплены для родителей, которые они реализуют в отношении своих детей? Если мы говорим о правах и обязанностях родителей, первое, что следует сказать, что родители имеют право и в то же время обязанность воспитывать детей. При этом родители обязаны заботиться о здоровье, о его физическом, психическом, духовном, нравственном развитии. Родители также обязаны обеспечить получение детьми общего образования. При этом родители имеют право в этом случае выбора образовательной организации, формы получения детьми образования, но с учетом мнения своих детей. Также у родителей, у одного из них, имеется право, к примеру, заявить о своем несогласии на выезд ребенка за пределы Российской Федерации. Кроме того, родитель имеет право дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом, если говорить об этом. При этом родители вправе также отозвать данное им согласие на усыновление до вынесения решения суда по данному вопросу. Также, безусловно, закреплена обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей. Родители должны обеспечивать защиту детей в качестве их законных представителей, либо усыновителей, например, в судебных инстанциях, либо в иных каких-либо органах. Довольно большой перечень был перечислен обязанностей родителей. Но лично я бы акцентировала внимание на том, что именно на родителя возлагается обязанность по воспитанию ребенка. Этот известный конфликт между родителями и образовательными организациями, кто именно должен детей воспитывать. И здесь просто такая от меня лично небольшая ремарка, что в соответствии с нормативными актами, все-таки первичная обязанность по воспитанию у нас возлагается на родителей. Можно подразделить в зависимости от конкретных обстоятельств. Если мы говорим об обязанности надлежащего исполнения родителям воспитания, или по содержанию несовершеннолетних детей, то в случае нарушения этой обязанности они могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения, либо наложения штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Здесь речь идет о статье... Не тысяч рублей. 500 рублей. Либо в виде предупреждения. Данные санкции регламентированы статьей 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Если же мы говорим о том, что если это деяние совершено с жестоким обращением с несовершеннолетним, то речь уже идет об уголовной ответственности по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если мы с вами будем говорить об нарушении родителям обязанности по уплате алиментов, здесь также родители могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности. Если родитель в нарушении решения суда без уважительных причин не выплачивает алименты, изначально он привлекается к административной ответственности по статье 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Если же он, будучи уже привлеченным к административной ответственности за совершение данного правонарушения, вновь совершил подобное нарушение в течение года, тогда в этом случае он привлекается к уголовной ответственности по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть неуплата алиментов. Кроме того, родители могут привлекаться к административной уголовной ответственности, если они вовлекли несовершеннолетнего в занятия или в совершение антиобщественных действий, в частности, например, употребление алкогольной или спиртосодержащей продукции, либо каких-то новых опасных потенциальных психоактивных веществ или одурманивающих веществ. Ответственность по данному нарушению рекламентирована статьями 6.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статьями 150 и 151 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, нахождение ребенка в возрасте до 16 лет в состоянии опьянения, либо потребления запрещенных веществ, алкогольных, например, спиртосодержащей продукции, родители также могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей. Данная ответственность регламентирована статьей 20.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Хотела бы задать пару конкретизирующих вопросов. У вас прозвучала такая категория, как жестокое обращение с ребенком, которое может повлечь уголовную ответственность родителей. Жестокое обращение с ребенком – это все-таки оценочная категория. Может быть, вы можете привести пару примеров, когда родители привлекли к ответственности за такое жестокое обращение, и в чем конкретно это жестокое обращение выражалось. А вот я, например, видела, что дети попрошайничают на улице, и в СМИ звучит информация, что якобы это происходит чуть ли не по указке родителей. Вот такие действия как можно расценить, и по какой статье привлечь таких родителей, которые, по сути дела, заставляют детей там выбираться на улице? Если мы говорим о вовлечении ребенка в совершение попрошайничества, в бродяжничестве, то речь идет о привлечении к уголовной ответственности по статьям 150 и 151 Уголовного кодекса Российской Федерации. Напомню, что тема нашего выпуска – защита прав ребенка. Поэтому следующий вопрос – а закреплено ли законодательно право ребенка на защиту, и что оно в себя включает? Безусловно, право ребенка на защиту закреплено на законодательном уровне. В частности, в Семейном кодексе Российской Федерации предусмотрена отдельная статья, регламентирующая, как защита прав ребенка должна осуществляться. Если мы говорим о защите прав ребенка из-за законных интересов, то оно в первую очередь, как мы уже говорили с вами, осуществляется родителями, соответственно, или лицами их заменяющими. В случаях, предусмотренных законом, защиту прав ребенка осуществляет орган опеки и попечительства прокурором либо судом. А как реализуется указанное право? Можно процедурно раскрыть, куда обратиться, в какие органы, в чью компетенцию входит обеспечение права ребенка на защиту? Следует сначала сказать, что несовершеннолетние, которые признаны в соответствии с законодательством мужа, полностью дееспособным до достижения 18 лет, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту. То есть он самостоятельно может обратиться в органы опеки и попечительства, суд за своей защитой. Также хотелось бы сказать, что должностные лица, либо иные граждане, которые стали свидетелями, либо им стало известно о том, что в отношении ребенка применяются какие-либо противоправные действия, либо нарушаются его законные права и интересы, они обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка. При получении таких сведений, орган опеки и попечительства, в свою очередь, обязан принять необходимые меры, направленные на восстановление и защиту прав ребенка, в первую очередь. Вот это крайне интересный тезис. То есть получается, что если я, например, вижу, что, ну, предположим, моя соседка плохо обращается со своим ребенком, кричит, возможно, бьет его, то я обязана сообщить об этом в орган опеки и попечительства. Да, эта обязанность закреплена в Семейном кодексе Российской Федерации, если говорить конкретно, то в статье 56. А если я, например, просто гуляю в парке, опять же вижу, что родитель довольно жестоко обращается со своим ребенком, при этом я не знаю, кто это, я не знаю, где они проживают. То есть мы отметили, да, что в орган опеки нужно обращаться по месту жительства ребенка, а если оно мне неизвестно, в таком случае я какие действия могу предпринять? В таком случае необходимо обратиться в полицию, сообщить и описать все обстоятельства, увиденные вами, например, да, тоже на улице, или описать все события, свидетельствами которых вы явились. В свою очередь полиция оценит обстоятельства, которые вы увидели, и уже решит вопрос о наличии в действиях правонарушителя состава того или иного правонарушения административного, либо, например, уголовного. Наверное, чаще всего могут иметь представление о том, что происходит в семье, что происходит с ребенком, воспитатели и учителя, то есть работники, представители образовательных организаций. И в связи с этим у меня вопрос, а может ли права ребенка или должна ли права ребенка защищать образовательные организации, и как это может происходить? Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи, да, то есть понятие гораздо расширяется. Другие специалисты, которые осуществляют функции по воспитанию, обучению, охране здоровья детей, они в той или иной мере могут участвовать, да, в установленном законопорядке обеспечения прав ребенка. Если они явились свидетелями, опять-таки, о совершении в отношении ребенка правонарушения, они обязаны об этом сигнализировать. Опять, будь-таки в орган опеки, либо в полицию, в зависимости от обстоятельств. То есть, соответственно, если, например, учитель или врач увидел, что к нему на прием или на урок пришел ребенок с синяками, с ссадинами, или ходит, например, ну, так скажем, в голодной, холодной, рваной одежде, он обязан сообщить об этом факте в органы опеки и попечительства. Да, все верно, но и при необходимости в полицию также об этом сообщили. И при необходимости в полицию. То есть это не право, это прямая обязанность тех специалистов, которые работают с детьми. В социальных сетях, в СМИ, да и просто, я думаю, в обыденной жизни мы часто можем видеть примеры, как дети случайно или иногда специально наносят ущерб чужому имуществу. Как происходит возмещение в этом случае? То есть кто отвечает за действия ребенка? Должны ли родители возмещать причиненный ущерб? В каких случаях? В каком размере? Например, слышала такую историю, что девушка очень долго копила себе на шубу, наконец ее купила, шуба была белая, зашла в магазин, и ребенок, который был в магазине с матерью, просто специально разлил на шубу какой-то сок, шуба была испорчена. Девушка просила компенсацию с матери, мать отказывалась, мол, это же ребенок, а детям у нас все простительно. Как вот эта ситуация может быть урегулирована с точки зрения закона? Необходимо помнить, что родители несут ответственность за своих детей, и в том числе имущественную. Если ребенок причинил вред тому или иному лицу, вот если говорить конкретно про шубу, здесь идет речь о имущественном вреде, родители возмещают весь ущерб в полном объеме, потому что они отвечают за действия ребенка, в силу того, что он не достиг своего совершеннолетия и не является полностью дееспособным. Размер вреда зависит от конкретной ситуации. То есть аргумент, что это дети, что они могут не понимать, что они делают, с юридической точки зрения у нас с вами силы не имеет. Говорить о том, что ребенок полностью не несет ответственность, это тоже некорректно. Если уйти от примера с шубой, например, если он употребляет спиртные напитки в общественном месте, то его можно привлечь к ответственности. Это не говорит о том, что ребенка нельзя привлечь к административной ответственности за совершение административных правонарушений. Если ребенок достиг возраста уже привлечения к ответственности, то он привлекается. Но наряду с этим за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка и содержанию его могут быть привлечены к ответственности и родители. В частности, к имущественной, насколько я поняла, привлекаются родители. А какие наиболее распространенные современные угрозы, от которых нужно и важно защищать детей? Если говорить о современных реалиях, то наиболее актуальным вопросом является защита детей в интернет-пространстве, киберпространстве. Очень много случаев киберпреступлений, где жертвами могут стать дети. То же самое. Они могут перейти по фишинговым ссылкам, и тем самым с их телефона, если там есть мобильный банк, как-то могут быть похищены деньги. Есть угроза кибербуллинга, к примеру. Тоже нужно беречь детей от этого. Действительно, сама недавно читала в социальных сетях, были новости, что мошенники вторгались в доверие к детям. Там 13-14 лет было детям. И через поведение детей они оформляли кредиты на их родителей, списывали деньги с банковских карточек родителей. То есть такие примеры действительно имеют место. Мошенничество видоизменяется, у нас с вами трансформируется. И интернет сегодня становится довольно весомой угрозой и правам ребенка, и его праву на защиту. Поэтому, наверное, здесь, опять же, небольшая ремарка от меня. Обращение ко всем родителям. Нужно все-таки обращать внимание на поведение детей в интернет-пространстве. Понятно, что делать это зачастую бывает сложно, но, тем не менее, нужно контролировать, какие сайты ваши дети посещают, с кем они общаются в социальных сетях и какой характер носит это общение. Кроме того, если говорить о безопасном поведении в сети интернет, то следует обратить также внимание на то, что распространены случаи, когда детям пишут с аккаунтов неизвестные лица и, войдя в доверие к ребенку, просят те или иные фотографии либо видеоизображения интимного характера. Здесь тоже необходимо родителям быть внимательным и, как вы сказали, следить за поведением ребенка в интернет-сети, проводить профилактику о безопасном поведении детей в сети интернет и обучать элементарным правилам поведения безопасности в сети киберпространства. Мне кажется, вы закончили свою данную речь на просто замечательном тезисе, что сегодня нужно обучать и детей, и родителей, в том числе и безопасному поведению в сети интернет. На ум пришло правило, которым меня учила моя мама, никогда не разговаривая с незнакомыми людьми на улице, никогда не бери от чужих дядь и тете конфетки. А сейчас, получается, это правило трансформируется. И я должна сказать своим детям не просто об опасности общения с незнакомцами на улице, но и должна детей предупреждать, что с незнакомыми людьми и в интернете, и в социальных сетях тоже не общайся. И, наверное, в завершении наш последний вопрос, так как вы представляете у нас прокуратуру. А какова роль прокуратуры в механизме защиты прав ребенка? Надзорное ведомство в силу своей компетенции осуществляет надзор за исполнением законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних. В ряде случаев мы обязаны принимать участие в делах определенной категории, где затрагиваются законные права и интересы детей. Ну, а могу я обратиться в прокуратуру? Вот мы и до этого называли, да, что я могу, если вижу факты плохого обращения с детьми, я могу обратиться в органы опеки попечительства, в полицию, а могу я в прокуратуру обратиться? Да, безусловно, могут. В случае, если органы профилактики, органы внутренних дел, органы опеки попечительства не приняли мер к восстановлению прав детей, прокуратура в случае выявления нарушений примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Благодарю вас за такую продуктивную беседу. Напомню, что у нас в гостях была Аделя Рушановна Гайнудинова, старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со СМИ и общественностью. Рассматривали мы сегодня тему, посвященную защите прав ребенка. Аделя Рушановна, большое вам спасибо за то, что посетили нашу программу, поделились своим опытом, своими знаниями. Возможно, вы хотите сказать пару слов нашим зрителям в завершении программы. Хотелось бы сказать и напомнить, что в случае, если вы явились свидетелем совершения в отношении ребенка преступления либо каких-либо противоправных действий, не стоит оставлять этот факт без внимания. Необходимо сообщить об этом в обязательном порядке в соответствующие органы для принятия соответствующих мер реагирования, чтобы защитить наших детей. Защита детей в наших руках. Большое спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok